Здравствуйте, братья и сестры! Звездного времени! Поговорим о неделе со 2 по 8 марта. С 8 марта поздравляю всех женщин удачи, счастья, любви, чувств, хороших семейных отношений, детей и чтобы вас все время носили на руках. Советский праздник, но лучше его придерживаться. Итак, неделя растущей луны, идущей к полнолунию. Это значит ситуации расширяются, появляются новые пути, дорожки и можно добиться хороших результатов. Поэтому сконцентрируйтесь на том, чтобы эти дорожки находить, чтобы проходить узкие места, которые сейчас немножко расширяются и в жизни, и в бизнесе, и в психологии, в отношениях с другими людьми. Все как бы растет, все движется, и наш организм, и вся природа делает вдох, расширяется. Поэтому появляются новые пути, новые возможности захвата пространства. Овну в этом захвате пространства необходимо думать о том, как бы лично участвовать в достижении цели, может быть с какими-то материальными особенностями. Это может быть сложно. Могут возникать какие-то препятствия со стороны начальника, со стороны какого-то руководства. И вообще достижение цели не является легким и простым. Здесь для того, чтобы добиваться хороших результатов, необходимо использовать свой разум и какие-то хитрые новые идейки, которые будут подскакивать постоянно, проскакивать как молнии в вашем мозгу. Вот на эти идейки надо опираться и добиваться результата, а на прямую конфронтацию с какими-то начальниками, руководством не идите ни в коем случае. Знаку Тельца надо думать о том, как бы в прошлые какие-то вопросы, связанные с заграницей, путешествиями, законами, взаимодействием с авторитетными людьми, сейчас не могли нанести вам какой-нибудь материальный урон. Есть также особенность возврата к прошлым чувствам. Эти прошлые чувства могут сейчас там как-то на сердце давить. Весна начинается, мы вспоминаем, что была любовь, там морковь и все остальное. И это немножко так немножко спазмирует, назовем это дело так. Но вы лучше отриньте это все, забудьте и начните какие-нибудь новые дела, связанные с взаимодействием, с друзьями, единомышленниками, с какой-то коллективной работой. В общем, идите к друзьям и с ними все будет хорошо. В знаку близнецов надо думать о том, как бы вот эти новые проекты, друзья и единомышленники не нанесли какого-нибудь материального ущерба. Потому что они могут там сказать, отолжи денег, или придут и скажут, слышь, ты мне должен давно уже, почему не отдал. В общем, может возникнуть неприятная ситуация от такого свойства. Поэтому заранее упредите, отдайте деньги или напомните своим, так сказать, должникам о том, что они все-таки должны. Но делайте это осторожно и по чуть-чуть. Лучше всего ориентируйтесь на дела достижения целей. Ну, каких-то интеллектуальных, логичных, правильных, но в связи с вашим жизненным опытом. То есть то, что было раньше, оно должно вам помогать добиваться результата. Знак урака. Надо думать о том, как бы с партнерами налаживать правильные отношения. И здесь, ну вот какие-то вопросы материального, может быть, характера, или вопросы чувственного характера, могут немножечко так сдавливать вас. Могут создаваться некие сложности там во взаимодействии с людьми по поводу чувств или по поводу материальных ресурсов. Это все преодолевать надо с помощью новых идей, новые друзья. Как это свято место, пусто не бывает, на пустоту или на проблему, направьте сейчас других людей и новые ситуации. Эти новые ситуации, новые люди должны помочь вам выйти на новую ступеньку общения, на новый какой-то социальный уровень, скажем так. Итак, знак у льва надо думать о вопросах, которые связаны с работой. Продолжается пахота, продолжается работа. Надо, может быть, отрисать какие-то вещи, которые связаны с законами, образованиями, бумагой, документами. И здесь вот как бы такие какие-то могут возникать затяжные ситуации. Больше всего надо их преодолевать посредством такого размышления и отсекания лишнего. Отсекания того, что уже не нужно. Джилла, старая, забыли, закрыли и, так сказать, положили в груб. И добивайтесь целей неожиданно, быстро, резким рывком. Знаку девы надо думать о партнерстве. Партнерство, интеллектуальные бумаги, документы, все хорошо. Но здесь могут возникать неожиданности в связи с каким-то там образованиями, законными путешествиями, взаимодействием с какими-то авторитетными людьми. Они могут какие-то претензии предъявлять, не пойми какие и не пойми из-за чего. Также сложности возникают в связи с материальными вопросами. С вопросами раздела имущества, психологии, чувств и всего остального. Нет жизни, счастья, там, короче. Но не переживайте, это все обычное весеннее хандра и обострение психики. Знаку визов надо думать о партнерстве. Партнерство в первую очередь связано с домом, семьей, недвижимостью, местом жительства. Здесь могут возникать какие-то сложные обстоятельства, ситуации. Поэтому надо не торопиться консервативно это все, лечить, терпеть, страдать и мучиться. Но надеяться на хорошее. С точки зрения же материальных вопросов, их можно решить. Неожиданно может подвернуться возможность быстро решить вопросы долгов, кредитов, инвестиций и всего остального. Надо просто успеть дернуться, получить вовремя информацию. Знаку скорпиона надо думать о вопросах работы и здоровья. Работа и здоровье, особенно с точки зрения интеллектуальной стороны, вопроса очень важна. То есть надо загрузить в себя огромное количество информации, баз знаний и так далее и тому подобное. Но от этого зависят ваши заработки. Это тяжело, нудно, да, да, да. Но, с другой стороны, вы можете очень хорошо общаться. Вы можете нести партнерам глагол, который будет сжечь их сердца, как говорил Пушкин, великий писатель и поэт. Жгите. Знаку стрельца надо думать о вопросах, которые связаны с материальными заработками. И не в последнюю очередь это связано с как бы с удачей счастьем, дети, романтика. Что-то такое, что связано с резким творческим или спортивным рывком. Но это все немножко напряженное. Надо знать, как рисковать, когда рисковать. А для того, чтобы это знать и узнать, необходимо больше внимания обращать на интеллектуальную деятельность. То есть, больше размышляйте и больше думайте. И эта мысль должна быть практической, которую можно реализовать. Знаку Козерога надо думать о своей личной ответственности и бремени ответственности в связи с домом, семьей, недвижимостью, местом жительства. Там, возможно, какие-то инвестиционные вложения. Надо, может быть, там что-то поменять, поделиться чувствами со своими близкими и так далее и так подобное. Но это вот дело... Хочется общаться вообще. Хочется быть легкомысленным, веселым, жизнерадостным. Ну, постарайтесь как-то уравновесить эти два принципа. Знаку Водолея надо думать о прошлом. То, что происходило раньше, сейчас может отражаться на делах информационных. На делах заключения контрактов, договоров. И с партнерами, и в связи с какими-то материальными особенностями. Надо как бы сосредоточиться, сконцентрироваться, чтобы не пошли какие-нибудь ошибочки. Потому что для заработков надо много думать. И в связи с этими мыслями, этими заработками возникают какие-то ситуации, связанные с домом, с семейным бизнесом, с недвижимостью. В общем, регулируйте, смотрите, не упустите. Знаку Рыб надо думать о собственном интеллектуальном превосходстве, которое может как бы давить на других людей. Но постарайтесь не давить на серьезных и ответственных партнеров, на людей, которые, ну, скажем, постоянно, постоянно с вами поддерживали долгий контакт. Сейчас у них может быть что-то тяжело, сейчас у них какие-то там сложности. Может быть, стоит их поддержать, стоит им оказать даже, может быть, материальную помощь. Хорошей недели.